Да, были в этом году на Санкт-Петербургском международном инвестиционном форуме озвучены впервые результаты, подведены итоги национального рейтинга, в котором участвовали уже все регионы Российской Федерации. Мы заняли 21 место, а по Сибирскому федеральному округу оказались на первом месте. Сейчас по поручению губернатора Мангуменовича Тулеева мы разработали специальную дорожную карту, где будем работать над улучшением каждого показателя. Оценка в конечном счете и фактор главный, который влияет, это оценка бизнеса, который образуется в результате опросов. И в этом плане нужно важно не только сократить время выдачи разрешения на строительство, но еще и рассказать об этом предпринимателю, для того, чтобы он был доволен, бизнес был доволен, удовлетворен этой работой. Только за предыдущие несколько лет мы оказали поддержку на сумму свыше 3 миллиардов рублей, это выключая и льготы, и гарантии, и субсидирование процентной ставки, и привлекли на 1 рубль государственной поддержки 29 рублей частных инвестиций. Мы считаем, это очень хороший показатель. Кроме того, действует агентство по привлечению инвестиций, задача которого буквально за ручку сопровождать каждого инвестора, помогать ему в получении разрешения, согласования, решения любых других вопросов. Кроме того, есть такой интересный институт у нас в Кемеровской области. Мы создали зону экономического благоприятствования. Что это такое? Это специальный налоговый режим. Мы предоставляем инвестору максимальные льготы, которые можем со своей стороны предоставить, с муниципальной стороны, то есть в городах и районах. Но инвестору задача вложить деньги, построить свои производства предприятия. Кроме того, активно развивается у нас туристическая отрасль. Вы знаете, очень яркий такой проект, известный на всю страну. Это горнолыжный курорт Шерегеш. В него уже вложено более 10 миллиардов рублей. Создано более 2000 новых рабочих мест. На сегодняшний день огромное количество гостиниц, горнолыжных трасс. Но самое главное, к нам едут туристы. И вот в этом году как раз очень мощный прирост наблюдается как со стороны наших туристов российских, так и увеличение количества иностранных туристов. В нашей области развивается еще один уникальный проект. Это строительство Кузбасского технопарка в сфере высоких технологий. На сегодняшний день функционирует уже несколько объектов. Так, один из самых крупных бизнес-инкубаторов, где размещаются компании. Они получают тоже всяческую поддержку, как налоговые льготы, так и помощь. Это по сниженным ценам предоставляются услуги, допустим, бухгалтерского учета, консультации, юридическая помощь. Ну, любая другая поддержка. На сегодняшний день активно развиваются несколько направлений. Вот самые такие основные – это глубокая переработка угля и техногенных отходов, что очень важно для нашего региона. Это проекты, связанные с безопасностью ведения, допустим, горных работ. Это проекты, направленные на импортозамещение. Очень мощная программа, которой мы занимаемся уже несколько лет – это программа модернизации моногородов. В основном это у нас угольные шахты, это машиностроительные предприятия, горнорудные предприятия. И если что-то происходит, случается кризис, снижаются цены, отсутствует спрос, то, конечно, это влияет на работу в целом, жизнь города. Наша задача – диверсифицировать экономику, создать новые предприятия, развивать новые отрасли. И тогда город уходит от монозависимости. То есть у него появляется несколько направлений, где создаются новые рабочие места, привлекаются инвестиции. Ну, естественно, платят эти предприятия налоги в бюджет. И он уже не зависит от одной отрасли. Вот на сегодняшний день у нас в программе два города. Это город Анжера-Сужинск и город Юрга. Первые средства мы уже получили, приступили к работам. Задача уже в этом году – завершить первый этап строительства инфраструктуры и продолжить реализацию наших инвестиционных проектов. Вот благодаря инвестициям, которые мы ожидаем в размере полтора миллиарда рублей в эти два города, мы сможем привлечь более 100 миллиардов рублей частных инвестиций до 2020 года и создать более пяти тысяч новых рабочих мест. Это, конечно же, позволит снизить напряженность в этих городах, снизить безработицу и, конечно, создать условия для того, чтобы молодежь, которая сейчас подрастает, имела уверенность в завтрашнем дне и работала на этих новых предприятиях. Мы создали специальный интернет-проект, можно зайти из любой точки мира, адрес isogd42.ru, где мы создали геоинформационную систему. И любой инвестор может зайти и посмотреть, и выбрать для себя необходимую инвестиционную производственную площадку. На сегодняшний день объем инвестиций составляет 239, почти 240 миллиардов рублей. Наша задача — сохранить этот объем. Что касается доли инвестиций в валовом региональном продукте, на сегодняшний день она выросла, составляет почти 34% ВРП. Это приличный показатель, говорит о том, что мы создаем задел на будущее. Но самое главное, что увеличивается количество инвестиционных проектов, количество инвесторов. В Кемеровской области по инициативе губернатора Мангвен Шатулеева разработана специальная и работает, действует модель социально-экономического партнерства. Что это означает? Что со многими предприятиями заключаются такие социальные соглашения, по которым предприятие берет на себя, помимо экономических производственных обязательств, еще и социальные обязательства. И один из самых главных таких мощных проектов — это запуск производства 100-метровых рельсов на Объединенном Западно-Сибирском металлургическом комбинате. Это компания «Евразгрупп». В Новокузнецке мы производим 100-метровые рельсы. Причем производство мы создали первые в России и третьи в мире. И если раньше такие рельсы закупались в Японии, то сегодня мы являемся вот таким поставщиком.